Добрый вечер! Мы продолжаем разбирать статьи Рава Шерки по урокам, которые он дал по книге Береши. Итак, рассмотрим сегодня тему Каина и Эвеля. Я хотел бы поговорить с вами об истории с Каином и Эвелем. Эта история совершенно особенная. Я хотел бы объяснить здесь вот эту тему. «Адам познал Хаву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала, приобрела я человека с Господом». Как понять, что Адам познал, мы уже говорили, что это сказано во времени Пасперфек, давно прошедшее время. То есть событие, которое произошло давно, он познал свою жену Хаву еще до греха. То есть интимная жизнь мужа и жены полностью свята, и нет в ней греха. И только после изгнания из сада Эдона, после того, как Адам согрешил к интимной связи, решалось ощущение греха, которого не было раньше. Ну, это мы, в принципе, разбирали на прошлом уроке, когда была тема Адама Хава, то есть об отношениях мужчины и женщины. «И когда Адам познал Хаву, жену свою, и она зачала и родила Каина, несказанно родила сына и назвала его Каин, потому что нет необходимости давать ему имя. Он носил это имя изначально. Он изначально приобретение, потому что Каин – это от слова «ликнот», «киньян», от слова «приобретать» или «покупать» в современном мире. Поэтому она говорит «приобрела я человека с Господом». Это объясняет имя Каина. Каин происходит от слова «киньян» – «приобретение». И что же она приобрела? Здесь говорится о выражении сильной радости. Я удостоилась, наконец, приобрести человека с Богом. Что такого особенного в приобретении? Так, досюда есть какие-то вопросы или замечания? Ну, тогда дальше, собственно, идем. Я думала, мы хотя бы обсуждали это в прошлый раз, но я вот тут обратила внимание, по-моему, в первый раз о том, что он говорит, что ощущение греховности, интимной связи, оно все же появляется. Так, обычно нам объясняют, что секс – это позитивная вещь, ну, то есть теоретически позитивная. Все может быть позитивно и взято в разные стороны. Любая сила, любая страсть к идее, к власти, чему угодно. Но конкретно секс в этом смысле как бы не отличается, в отличие от христианства, в котором мы говорили, что это в принципе считается греховным. Но, тем не менее, вот тут Раф говорит, что все же после греха, сведения от дерева добра и зла, конкретно в эту интимную связь подмешалось какое-то ощущение греховности. То есть независимо от того, куда она направлена. Да, он так сказал просто. Я вот об этом никогда не думала. Что ты мог бы сказать? На каком-то из уроков, по-моему, даже наших, в Стравом Шерке, он говорил, что вот эта идея о греховности интимной жизни, вот именно подсознательной, да, что человек чувствует, что в этом что-то не так, на котором как бы во многом идет христианство по этой теме, она в иудаизме тоже присутствует. В комментарии Ибн Эзре на вот эту тему, да, что вот он как раз об этом пишет, что вот это ощущение, оно пришло. То есть как бы аллахически, да, то есть интимная жизнь свята, как здесь написано, но отношения есть, и ощущения вот это подсознательные есть, и с ним ничего не поделаешь. И то есть у наших мудрецов это тоже присутствует тема, чтобы объяснить, то есть откуда она взялась. Ага, ну понятно, видимо, что в конечном исправлении это тоже должно быть исправлено, это ощущение теоретически должно пропасть, да? Ну по логике да, если как бы все возвращается на то же состояние, где было, тогда да, все. Ну или не на то же, а на другом уровне, на более высоком уровне. По тем же ступеням, но на более высоком как бы прочтении, да. А может быть действительно тут важно еще то, что вокруг действительно, куда идет, в каком направлении мир движется к исправлению, чего мы должны добиться в конечном итоге. И на этом фоне, в этом контексте, и секс, он будет выглядеть иначе и не будет внести в себе ощущение греха. В конечном итоге наша задача исправить отношения между людьми, между братьями, там увидим дальше, да, между мужем и женой и так далее. Если отношения будут исправлены, то и в сексе это будет, видимо, ощущение неправильности, оно исчезнет. Ну, мне так кажется, да? Ну, вот это ощущение греха, это, собственно, еще один признак, да, который нам сигнализирует о том, что с отношениями у нас что-то не в порядке, что нам нужно заниматься исправлением как раз. Учение Бали Сулама. И здесь я хотел бы вспомнить учение Бали Сулама Рава Ашлага, который объясняет, положение человека как творение – это положение проблемное. Потому что, будучи творением, я вынужден получать свое существование. А если Всевышний тот, кто дает существование, тогда между нами фундаментальная разница. И на первый взгляд нет возможности наладить какую-то связь между человеком и Творцом. Человек получающий, Бог дающий. Если так, тогда я противоположен Божественному. Если я говорю, что Бог – абсолютное добро, тогда творение – абсолютное зло. Но в учении Бали Сулама – это очень важная вещь, что слиться с Всевышним мы можем только через подобие свойств. То есть Ашвата Цура, так называемая. То есть нужно выяснить, какие свойства у Всевышнего и себе сделать такие же свойства. Поскольку он отдающий, я тоже должен стать отдающим, если я хочу приблизиться ко Всевышнему. И в той мере, в которой я становлюсь отдающим, я к нему приближаюсь. Пока я получающий, я к нему противоположен и нахожусь на противоположном конце. И нет никакой у меня связи. Да, довольно такая жёсткая картина. Это породило… Да, надо прочесть дальше, по-моему, это связано. Именно это ощущение, как данность, что сон – добро, а я зло, и как бы с этим ничего не поделать, вот это породило. Это породило пессимистические концепции реальности. Есть мировоззрения, которые рассматривают само существование как нечто плохое. И есть люди, которые склоняются к концепциям, отрицающим существование. Например, буддизм, самый известный из подобных учений, выражает пессимистическое отношение к существованию «я». Поэтому буддизм стремится отменить «я». И это можно понять. Если я – противоположность Бога, тогда я хочу быть поглощён Богом. Это стремление к мистической смерти, желание войти в бесконечность и самоаннулироваться в ней. По-моему, это очень интересный абзац. Есть у вас какие-то вопросы или комментарии? – Совершенно. Ну, хорошо. Как-то надо разделить, наверное. В принципе, мы сначала высказали это как аксиом, что дающий это добро, а принимающий это зло, значит, априори у мира нет никакой надежды. Потому что он всегда останется в позиции принимающего. И поэтому из этого как бы следует и пессимистический взгляд, и желание просто аннулировать себя. Единственный способ присоединиться к дающим – это просто не быть частью мира. Но иудаизм-то так не считается? Ну, Бай Сулан добавляет здесь ещё один фактор – намерение. То есть есть действия, то есть все действия можно разделить на получение и отдач. Но есть также и намерения, которые также бывают. Намерения ради отдачи, намерения ради получения. И таким образом Бай Сулан делит путь человека на четыре состояния по четырём комбинациям вот этих двух действий и двух намерений. То есть два состояния находятся в нашем мире. В нашем мире намерение ради получения, в духовном мире намерение ради отдачи. То есть если человек что-то делает с намерением ради отдачи, он находится в духовном мире, тогда получается четыре ступени. Самые низшие ступени – это получение ради получения. То есть это любое животное так действует, или какой-то там примитивный человек, который, например, если он что-то хочет, он там берёт, несмотря на то, что это принадлежит чужому. Следующая ступень – это отдача ради получения. Этим, собственно, отличается человек, например, от животного, который может не дать по голове и забрать, а может, например, ходить на работу, чтобы потом получить зарплату и что-то купить, на что не способны животные. То есть оно не может отдавать, чтобы потом получить. Ну и дальше идут две духовные уже ступени. Третья ступень снизу – это отдача ради отдачи. То есть человек уже приходит к осознанию, что он должен давать Творцу, и, соответственно, ничего не получает для себя, и только отдаёт. И четвёртая, самая высокая ступень, когда человек всё-таки понимает, что он создан, собственно, чтобы получать. Всевышний сотворил творение ради наслаждения. И если я не наслаждаюсь, то я не исполняю желания Всевышнего. То есть я ничего ему не отдаю. И, соответственно, уже самая последняя совершенная ступень, когда он получает ради отдачи. То есть он наслаждается, но потому что таким меня сотворил Творец. Потому что он хочет, чтобы я наслаждался. Вот такое исправление предлагает Раф Ашлак в этой картине, с которой мы начали. Что человек получающий, Бог дающий, тогда мы бесконечно удалены. То есть человек может остаться получающим, но при этом он себе может надстроить вот это намерение ради отдачи. Что я получаю, потому что Творец хочет, чтобы я получал. То есть в принципе... Ирина? Добрый вечер. Я хотела уточнить, а вот почему последняя такая ступень? Я почему-то думала, что последняя ступень – это когда человек желает радовать Творца своим служением. То есть человек, наоборот, становится дающим и этим самым уподобляется Творцу, и этим самым его радует. Да, но когда он пытается понять, как я на самом деле могу порадовать Творца, что я могу ему дать, что он хочет от меня, тогда выясняется, что поскольку Творец – это абсолютная отдача, это желание давать, то он хочет давать мне. Тогда я начинаю получать, потому что он этого хочет. Что-то здесь, мне кажется, еще чего-то здесь не хватает. Ну, на самом деле, очень интересная тема, если представить себе двух человек, которые любят друг друга абсолютной любовью, и каждый хочет только отдавать и ничего для себя не получать. И что тогда им делать? Да, я хочу себе только отдавать. А что я могу тебе отдачить? Что ты хочешь получить? А второй отвечает – ничего, я хочу, чтобы ты получал. И тогда получается, что если вот двое дошли до абсолютной отдачи, когда хочет каждый только давать другого и ничего не получать, тогда выясняется, что то, что я могу дать, это как раз получить. Да. Есть такой замечательный рассказ о Генри Дары Болфов про молодую пару, которые хотели подарки друг другу сделать. Он заложил или продал свои часы замечательные, чтобы купить ей гребень для ее прекрасных волос, а она отрезала свои прекрасные волосы, чтобы купить ему красивую цепочку. Да, это известный рассказ. Да, да, да. На самом деле ведь Всевышний так не делает, вся наша жизнь покажет, что Всевышний делает не так. То есть вот этот принцип, что безусловная отдача приводит к тому, что в результате любовь обесценивается. И если бы так делал Всевышний, то люди бы просто не ценили то, что он дает. Не ценили бы вот это благо великое, которое дает Всевышний. И точно самое в отношениях с людьми. Если постоянно человек находится в отдаче, в результате его любовь обесценивается. Так делать нельзя. Ну, так и есть. Мы видим, собственно, что люди обесценивают, неблагодарны, не осознают, насколько Всевышний их любит и все делает для них, перестают ценить его любовь. Ну, я думаю, здесь просто эту тему не понять без понятия экрана. Что человек должен уметь делать вот эти всегда все, что касается в жизни, наслаждения. И этому учит именно иудейская традиция, что нужно даже перед едой произносить браху. Это тоже экраны. И так во всем. Да, совершенно верно. Я об этом и говорил. Это как раз и есть намерение. То есть я ем для того, чтобы сказать браху. Да. То есть одно дело, когда я там привык просто, что я ем, а потом я скажу браху. Там и следующий уровень, когда я ем не потому, что я хочу есть. Да, несмотря на то, что я хочу есть, я таким построен. Но праведники, они вот, не знаю, едят только для того, чтобы сказать браху. Вот, например. Так вот. Вот этим мы и наслаждаем Всевышнего. Когда у нас в сознании есть такое понимание. Не просто, что Всевышний, хорошо, Всевышний, давай мне, я счастлив, и ты будешь счастлив, чем ты больше мне дашь. Если будет такое понимание, так это, я думаю, не является правильным. А когда вот, как делали праведники, когда они действительно ели только для того, чтобы сказать браху Всевышнему, а не наоборот. То есть это определенное сознание должно быть у человека. И так во всем. Ну, вот, правильно, но вообще говоря, учение шла, оно сложно. Трудно изложить его. Андрей просто основные принципы тут изложил. Мне кажется, главное в данном контексте, о том, о чем говорит Раф Шерки, что иудаизм открывает поразительную вещь, что ты можешь давать. Мир, который целиком держится на благе Всевышнего, на его давание, не знаю, как сказать. Да? Как бы мир целиком получающий, и в определенных религиях осознание этого факта приводит к полному отрицанию этого мира. В иудаизме, тем не менее, есть нечто новое, как бы, неважно, отличное от этого понимания в том, что человек тоже может давать. Это совершенно неочевидная вещь, как бы. Если весь мир кормится только от Всевышнего, что ты можешь кому-то дать? Нет, у тебя фактически ничего нет. Все, что у тебя есть, это только от него. Ты целиком, целиком получающий. Нет, оказывается, у тебя есть потенциал дать еще кому-то. Дать Всевышнему, дать другим людям и так далее. Ну, получается, то, что добавляет иудаизм, это вот как раз и кран, да, то есть намерение. Да, да, согласна. То есть намерение имеется в виду то, что ты получаешь отношение к тому, как ты это получаешь. Да, но в принципе то, что он говорит, мне кажется, это еще и вообще возможность дать кому-то тем или другим способом, неважно. То, что экран, это отношение к тому, что ты получаешь от Бога, а способность человека давать кому-то, стать его партнером, это вообще, я не уверена, что это даже вошла скорее в работу. это мне тоже хотел добавить, это похоже же, как на отношения мужа и жены в семейных отношениях, то, что, например, и примеров тоже много к этому в Танахе, как Бог обращался к своему народу, то есть, то, что он обеспечивает их всем, а ему нужна верность и благодарность к своему хозяину. Да, совершенно верно. Собственно, как бы все, о чем мы, все самое главное там, что волнует, не знаю, большинство людей, это отношения, да, вот семья, там, мужчина и женщина, именно как два противоположных каких-то начала и все целыми жизнями, да, пытаются как-то, пытаются как-то выстроить вот гармоничные отношения, вот, и это, собственно, как бы проекция того, что изначально у нас было со Всевышним и что мы должны в конечном счете исправить в этом мире, да, на своих ближних, то есть, исправить вот эти отношения. Конечно, модель мужа и жены, она самая, как бы, базовая, хотя это относится к отношениям и к другим людям, безусловно, но чем человек тебе ближе, тем сложнее выстроить с ним отношения, иметь отношения с каким-то далеким тебе человеком, с которым тебя ничего не связывает, можно очень даже милые отношения поддерживать, а вот с братом своим сразу начинается проблема, сколько он близкий, чем он ближе, тем это сложнее, а жена и муж это самые близкие, это самое ключевое, как бы, если с этого все начинается, когда человек правильное отношение мужа и жены строит, дальше он может правильное отношение построить с другими людьми и с Богом, соответственно, да. Спасибо, Арсен. Каин, первый Машех. У нас есть два варианта, или решить, что жизнь это плохо, или найти путь, как исправить жизнь. И тогда способ исправить жизнь, это перевернуть положение получающего, чтобы получать, положение получающего, чтобы давать. Собственно, Пабаль Суламу это первая ступень получения, чтобы получать, а получение, чтобы давать, это последняя, то есть четвертая ступень. В тот момент, когда я получаю для того, чтобы дать, моя жизнь, как получающего, обретает смысл. И это, по сути, то, что имела в виду Хава, когда говорит, я приобрела человека с Господом. Тем, что я принесла в мир жизнь, я стала партнером Бога в творении человека. Я спаслась от проклятия получающего и стала дающим. Если это так, то получается, что Каин, спаситель своих родителей, как называют спасителя в иудаизме? Машех. То есть, Каин – это первый Машех. И он представляет собой в этом смысле спасение человечества. И доказывает, что его мать была еврейкой. Ведь каждая мать еврейка думает, что ее сын Машех. Ну, это такая шутка. Рава, каждая мать думает, что его сын Машех. Это доказывает, что он стала еврейкой. Если так, то что знает Каин о себе? Каин знает о себе, что он центр мира. Он сделал своих родителей папой и мамой. Тогда само его существование, даже если он ничего не делает, это то, что придает смысл всему миру, то есть его родителям. И поэтому он привык естественным образом видеть себя центром мира. Вот тут интересная такая получается диалектика. Он спасает. Ну, Адам и Хава находятся в положении получающего, и поэтому они не могут приблизиться к Всевышнему. Они получают от него жизнь, да, а он дает им жизнь. И они как на разных полюсах. А, и теперь Хава, ну, и Адам, они рожают ребенка, и соответственно, они дают ему жизнь. И вот этим свойством они по свойству сравнялись, приблизились к Всевышнему, да, но тот ребенок, которого они произвели на свет, дали ему жизнь, он с одной стороны их спас от вот этой удаленности творцу, с другой стороны он как раз является вот Каин, да, приобретение, то есть он даже с этим именем пришел, да, и он видит себя центром мира. Вот, и потом мы увидим, что, как, чтобы исправить Каин, уже является Хевель, который наоборот уже является желанием отдачи. И вот это интересное выражение, да, я приобрела человека с Господом, то есть я получаю с Господом, то есть вместе с силой отдачи, да, с намерением ради Всевышнего. здесь мы видим, что произошло исправление на уровне Хавы, ну и Адама, возможно, вот, но Каин, это как раз то, что исправило Хаву, это то, самого Каина теперь нужно исправлять, с ним теперь проблема, он чувствует себя центром Вселенной. есть что-то добавить? Интересно просто так, я хотела подчеркнуть, нет, что добавить, что обычно наш человеческий взгляд, он противоположен, да, в частности в отношении к детьми, когда родители говорят, я тебе все дала, да, или я тебе все дал, а ты там, как же ты, неблагодарный, да, он перевернут, на самом деле, дает, на самом деле, то есть именно тем, что у тебя есть возможность сдавать, ребенок как бы тебе, тебя выводит, ты ему должен быть за это благодарен, а не наоборот, то есть благодарность должна быть как бы не от детей родителям, что они им что-то дали, хотя это тоже, но и из отношения родителей детям, что они позволили им возможность, дали им возможность что-то дать, то есть как бы двусторонняя такая вещь, когда тебе, конечно, что-то дают, ты благодарен, естественным образом, но когда кто-то дал тебе возможность что-то дать, ты тоже как бы должен быть ему благодарен. Ну, в этом-то и проблема, что мы не смотрим так на вещи, то есть мы не ценим возможность дать как что-то важное, потому что в нашем восприятии она как бы ничего не стоит, потому что мы находимся в свойстве получения. У нас есть какое-то ощущение, что мы хотим кому-то что-то дать, это тоже, как бы, может быть, часть божественного образа, который у нас, но у нас нет ощущения при этом, вот то, что говорит Раф, он их как бы спасет, он дал им возможность давать, он позволил им дать, и также наши дети тоже, они дали мне возможность дать. Я этого хотела, может быть, дать их родить детей или дать кому-то что-то, но это иногда проявляется в отношении, например, здорования языка, такие, что мы благодарны тем людям, которым нужна дакан, тем, что у меня есть возможность дать им ее. Да, интересно. Это просто, это как бы встречается такое выражение часто, но теперь как бы понятно, откуда она берется, потому что тем самым он как бы тебя спасает, не просто дает тебе возможность выполнить заповедь даки, больше того, он тебе дает возможность проявить эту свою способность давания, которое без него, может быть, у тебя не было возможности. Да, есть над чем задуматься. Мне очень хорошо вот это сейчас, то, что услышал, вообще супер, то, что это на самом деле то, что дети рождаются, обычно человек же думает, что вот они чем-то обязаны, а наоборот это мы им обязаны тем, чтобы на самом деле, и насчет дзадаки тоже вообще хорошо, не хам сказали, вот сама возможность дзадаки это уже, то есть то, что у нас появилась эта возможность, это вообще супер. И то есть совершенно переворачивается понимание того, что не кто-то тебе должен, а ты ему должен тем, что он родился, или он дал тебе возможность быть дающим. Быть дающим, да. А все помнят, да, что в Талмуде написано, четыре человека считаются мертвыми? Это бездетный, потому что бездетный не может дать своему сыну ничего. Дальше бедный, потому что он не может ничего не дать, не подарить, ни на кого накормить. Дальше митсура, прокаженный, потому что его выбросили, бог знает куда застан, и запрещают прикасаться, приходить другим людям. И третий слепой, потому что, собственно, чтобы дать, надо видеть, кому давать. Поэтому, наверное, они считаются мертвыми. Со слепым, может быть, там какие-то еще другие, я не знаю. Я понимаю, что ты хочешь все в одну... Нет, но митсура действительно, он же отрезан. Сура понятно. Поэтому он не может давать. Да, а вот со слепым не так, не так и серьезно. Ну, надо подумать. Спасибо. Идем дальше. И тут случается рождение Гевеля. И тут случается что-то потрясающее. И добавила родить. Если она добавила, это знак, что речь идет о чем-то излишнем. Обычно в тонах используют другое выражение – и еще родила. Но здесь говорится и добавила родить. Получается, тот, кто родился после этого – нечто вроде излишней добавки. Кого она родила? И добавила родить его брата. У того, кто родился, нет имени. Если там она родила Каин, сразу сказано, никто не давал имя – родила Каина. Здесь родила брата. Каин и брат. Приобретение и брат. То, что родилось – это братство. Каин должен перестать быть сыном. Теперь от него требуется стать братом. И это то, что непросто вынести. Потому что если я сын, то я центр. А если я брат, тогда мой брат – это центр. Ведь я чей-то брат. В иврите есть подобие между словами «ах – брат» и «ахрают» – ответственность. Ахер – другой. Я должен заботиться о другом. Центр тяжести реальности перешел от меня к брату. Здесь написано также его имя. И добавила родить его брата Хевеля. Хевель – это пустое, суета, что-то ненужное, лишнее. Если так, то для Каина естественно, что он попытается устранить своего брата, чтобы стать сыном. Убийство изначально было прописано в самом их рождении. Или скажем по-другому. Первенец – потенциальный убийца своего брата. Потому что младший брат является для него соперником. Здесь мы видим характерный пример использования методики Маниту «читать Тору». То есть мы читаем одно слово, задумываемся. Читаем следующее слово. Совсем другая картина. Читаем следующее слово. И добавила родить. Добавила родить его брата. Добавила родить его брата Хевеля. То есть из каждого следующего слова мы добавляем какое-то новое понимание. Никому не режет выражение уха «Каин должен перестать быть сыном». Может быть, у него сдача усложнилась. Помимо того, что оставаться сыном, теперь еще и братом нужно стать. Ну да, поскольку ничего не пропадает в духовном, что каждая ступень только наслаивается на предыдущую. То есть сыном он остался, центром вселенной и так далее. Плюс к этому он должен стать братом. Ну, как раз дальше вот это и разбирает Раф Ширкин. Ну, Маниту это называют «звуд» или «identity». Не помню, как это по-французски правильно говорится. «Идентичность». В русском это сейчас слово привелось. Тем не менее, оно немножко чуждо русскому языку. Я всегда сомневаюсь, как это правильно переводить. «Личность». То есть в «Каине» должны произойти какие-то внутренние личностные изменения. Изменения идентичности создать. То есть осознание себя братом и тех обязанностей, которые братство накладывает. Это та задача, которая стоит в предкаме. Ну, мы в конце видим, что он с ней не справляется по совокупности обстоятельств. Но это то, что Раф хочет, по-моему, здесь сказать. Сын, так сказать, в абсолютном понимании – это центр мира. Когда ты становишься братом, ты уже не центр мира. Ты один из двоих. И это трудно. Для первенца, в принципе, это трудно. Это не только для Каина. Хотя это вот взаимоотношение между двумя людьми, между Каином и Эвелем – это как бы некий прообраз всей человеческой истории и нашего назначения конечного. То есть найти взаимоотношения между братьями. Тем не менее, это еще модель как бы внутрисемейная, как это происходит в реальности. Действительно, первенцу трудно. Не только Каину. Первому первенцу. Любому первенцу. Он находится в центре внимания родителей. Он единственный. Вдруг появляется еще кто-то. Что, я не был достаточно хорошим? Что, я сделал что-то не так? Вообще, травма, когда рождается третьему, четвертого брата. Там уже совсем не так. А для первого – это трагедия. Это непросто, да. Это в услуге. Возможно, поэтому ему двойное наследство дают в качестве компенсации. Может быть, да. Кроме всего прочего, еще есть одно, совсем другое соображение. Нет, это не то. Нет, нет, нет. Извините. Это про другое. Ладно. Оставим. А что же со вторым братом? Что Хевель думает о братстве? Скажем так, Хевель родился братом. Тот, кто родился братом, знает изначально, что центр не у него, а у другого. И тогда можно понять их занятие. Хевель был пастухом. Пастух – это тот, кто несет ответственность за другого. Поверите, слова роэ – пастух, и реа – ближний, друг, брат – однокоренные. То есть Хевель естественным образом чувствует себя ответственным за других. Ну, может быть, надо добавить, тут намеков сказано, но, в принципе, это проявляется и дальше, может быть, у Раусерки, и вообще видно из текста вторых, что на самом деле в центре Каина. С ним Всевышний разговаривает, с Хевель он вообще даже как бы не разговаривает. То есть то, что Рафф сказал, что Каин Маше, Каин – это центр, и на него возможно главное, как бы, Масиману, задание. – Задача. – Задача, да. Он должен исправиться. Вот, если бы он смог сделать то, что у него возможно стать братом, таким, как надо, вот тогда бы все сразу и кончилось, мир пришел к тому, к чему нужно. А Хевель, ну, как бы, троцепенная должность, он должен научить, он поступ, да, он должен, он, может быть, в нем есть дополнительные позитивные свойства какие-то больше, чем у Каина, но он не в центре, он просто как-то учитель, помощник, наставник, должен быть воспитатель, а задача основная стоит у Каины. И он, он тот, кто обрабатывает землю, он тот, кто должен, по идее, соединить землю и небо, сделать, как бы, поднять землю на уровень. Поэтому, как бы, это, вот в этом контексте мы все, как бы, видим, ну, далее. Почему он называется Хевель? Потому что Хевель вот, да, мы сейчас прочитаем. Ну да, там еще, да, еще Раф будет добавлять на эту тему. Эгоист, альтруист. И Хевель был пастухом, а Каин был земледельцем. И снова иврит раскрывает нам нечто удивительное. Слово земледелец, овед, адама, написано здесь необычным образом, без буквы вав, что можно прочитать как эвед, адама, раб земли. То есть Каин привязан к самому себе, к своей земле, своему источнику пропитания и не обращает внимания на ближнего. Мы видим два естественных типа поведения. Один берет ответственность за другого, а второй думает только о себе. Эгоист и альтруист. Ну, тут, мне кажется, весь этот урок Раф Шерки идет по Бальсуламу, да, то есть вот эти два желания получать, желание отдавать. То есть вначале рождается желание получать Каин, поскольку оно цель творения, да, с чего, собственно, начинается учение Аризали. Творец, для чего сотворил творение, лейтив ли невра, чтобы дать добро своим творениям. То есть цель творения – это Каин, который получающий. А Эвили – это как раз надстройка. Вот, и поэтому, собственно, с Каином вся работа идет. Он с ним разговаривает. То есть потом, когда он убивает Эвили, да, все равно, как бы, Каин остается, поскольку он и есть творение. Он идет дальше, он идет в изгнание. То есть его задача как раз вот идти дальше и исправлять, потому что он как бы венец творения. Интересно, что мы Ноха обзываем тоже, да, Иша Дама в нашей недельной главе. И тоже видим некий эгоизм. Он спас только себя и свою семью. И здесь Каин тоже красавец, назван Оведа Дама, Эведа Дама. Ну, они привязаны к земле и недостаточно, не могут из нее выбраться, да. Вся задача из земли – подняться куда-то выше. А мы в ней зависаем. Не зависаем, а как вы скажете? Утопаем. Утопаем, да. Нох снимает проклятие с земли. Проклятие он снимает, да. Но, тем не менее, он спас только себя, а не все поколение. То есть это максимум шок был способен. Наверное, урок жизни, Нихама, отсюда урок жизни надо выбирать. Если обрабатывать землю или пастухом, давайте будем заниматься пастушеством. Недаром все правоцы, почти все правоцы – пастухи. Какая классная профессия. Мне кажется, сегодня, когда я читаю уроки, слушаю раввинов. Вот 20 лет назад приехали, 30 лет назад в Израиль. Большинство из них работали сторожами. Даже Рава Шеркушнир сторожем начинал. Я думаю, что что-то в этом есть. Пастух, сторож и хороший раввин начинает карьеру с работы сторожем. В итоге он к земледелию должен прийти, ведь такова же цель. Что сделал Всевышний? Он взял наш народ, бросил их в Египет, чтобы мы там как бы осознали, впитали в себя египетскую культуру, которая основана на земле. Чтобы мы пришли в свою землю и начали ее обрабатывать. Из всех правцев только один Ицхак понимал эту идею, что нужно обрабатывать землю. А Всевышний хочет из пастухов, именно из пастухов сделать вот этот странный народ, переделать их в земледельцев тем, чтобы они не перестали где-то быть пастухами. Чтобы они продолжали себя воспитывать и поднять себя между землей и небом, поднять себя выше. Но на самом деле это разделение между воспитателями и центром здесь есть. То же самое, я хочу сказать, между народом Израиля и другими народами. Народ Израиля – он воспитатель, не в нем центр. Центр – это человечество, которое мы должны воспитывать. И на самом деле совершенно не очевидно, что надо выбирать ту или другую карьеру. Если ты находишься в центре, это может быть и более важно. Если ты, так сказать, сможешь выполнить задачу, на которую тебя Всевышний вложил, что может быть важнее. И в этом, опять же, проявляется огромная разница между нами и Всевышним, про которого мы знаем, что он страстно желает ладурба тахтуним. Он хочет водвориться в нижних. Это мы хотим работать пастухами, играть на дудочке, летать в небесах, устремляться мыслью к нему. А он хочет, чтобы мы жили на земле. Нам как раз сложно работать на земле ради него, осознать, что он это хочет. И, опять же, получается, что наши желания противоположны. Дальше начнется экшен. Мы обсудили два характера – Каин, Хевель, Гаисты и Айтруисты. Дальше пошло действие. И было в конце дней. Принес Каин от плодов земли дар Господу. Что такое конец дней? Это конец сельскохозяйственного сезона. Тогда вспомнил Каин, что есть у него обязанность по отношению к ближнему. Он приносит от плодов земли. Но наши мудрецы видят здесь намек на то, что Каин принес остатки плодов, в то время как Хевель принес первенцев своего скота, избранных самых тучных. Почему это так? Каин ощущает себя центром. И когда собирает урожай земли, первинки забирает себе, а остатки оставляет другому. Хевель же видит наоборот. Первинки для ближнего, а остатки для него. Первинки решит, а остатки шеерит. Эти слова состоят из одних букв только в разном порядке. «И призрел Господь на Хевеля и на дар его, а на Каина и на дар его не призрел». То есть Всевышний принимает по моральным причинам дар Хевеля и отвергает по моральным причинам дар Каина. «Потому что Всевышний предпочитает того, кто дает, и видит главное в ближнем. Тому, кто видит главным себя, а ближнего второстепенным. Поскольку творец дающий, он выбирает дающего. То есть он с ним сравнивается по свойствам и отвергает получающего. То есть он им хочет таким образом показать свое желание, показать себя и показать, как к нему приблизиться». Непонятно, Андрею, почему здесь написано вот так. Смотрите, конец сезона, это понятно. И вспомнил Каин, что у него есть обязанность по отношению к ближнему. Все-таки по отношению к Всевышнему он вспомнил обязанность, приносит от плодов земли. Почему по отношению к ближнему он вспомнил обязанность? Ну, ближнему. Тут, мне кажется, слово «зулат», если я не ошибаюсь, было просто «другой». То есть это может быть как ближний, так и Всевышний. А почему Каин вспомнил вообще про эту обязанность? Ну, тут, по крайней мере, в изложении Рава Шерки все-таки у Каина есть какое-то минимальное понимание, и он как-то старается себя исправить. Поэтому он все-таки вспомнил. Я не знаю. Уманиту, во всяком случае, может быть, из того, что он хочет взять совершенно другое место, приводить в пример людей, которые строят шикарные храмы, как некая формальная отдача. Неважно, дело не в том, сколько и каких кладов он отдал, а в том, что для него это была формальность – поставить галочку. Ну, это я просто говорю из Маниту, как он это понимает, и, возможно, это просто ему дает некоторый повод говорить вообще о религии, как каймф – это модель религии, в которой Всевышнему или другим богам дают по обязанности. Неважно, сколько, может быть, много. Даже они там черпают огромные деньги. Потому что надо. Не потому что он это делает желание давать. Вот как Андрей говорил, намерение. Да-да, наверное, это просто дальнейшее развитие желания получать. То есть он отдает ради получения. Это, конечно, не стопроцентно ясно из простого понимания, но, по-видимому, здесь есть намеки на это. Ну, если исходить из того, что он расстроился, рассердился, когда Всевышний не презрел его дар, значит, это не было отдачей как раз. Значит, он отдавал с какой-то целью. С намерением. С намерением ради себя получения. Да, наверное, так и есть. Точно. Здорово. Путь исправления. И какой же был результат? Каин сильно рассердился, и поникло лицо его. Каин рассердился из-за того, что его дар не был принят. Это я могу понять. Но что такое поникло лицо его? Он ощутил, что у него нет выбора. Он всегда будет ненавидим Богом. Потому что характер, сама его природа обязывает его быть эгоистом. А он знает, что Бог не любит эгоистов. И поэтому для него мир плох. И поэтому поникло лицо его. Можно сказать, что эта реакция для нас немного странная. Разве человек не может преодолеть свою природу? Разве нет у человека свободного выбора, чтобы измениться? Но, видимо, то, что известно нам, не известно Каину. И поэтому нужно, чтобы сам Всевышний во всей своей славе пришел и объяснил это Каину. Как здесь написано. «И сказал Господь Каину, почему ты огорчился? И от чего поникло лицо твое? Ведь если станешь лучше, поднимешься. Поднимешься над кем? Над Гевелем. То есть именно благодаря тому, что твои стартовые позиции не так хороши, но если ты преодолеешь их, тогда твоя заслуга будет более велика». И здесь я опять узнаю раба Ашлага, что чем сильнее желание получать, тем, соответственно, если его исправить намерением ради отдачи, тем будет на выходе больший результат, который, собственно, и ждет Всевышний. «А если не станешь лучше, у входа грех лежит». То есть злое начало ждет тебя на пороге, и к тебе влечение его. Злое начало притягивается к тебе, и ты будешь властвовать над ним. Ты можешь побороть его. И здесь Каину, третьему человеку в творении, раскрывается, что у него есть свобода выбора и возможность измениться. И эта тайна меняет жизнь Каина». А чем же она меняет ему жизнь? Ну, поэтому увидим дальше. Попытка диалога. Вопрос этот действительно, изменился ли, если, допустим, Хайн до этого об этом не знает, что можно раскаяться, получится, что можно подняться выше. Теперь ему Всевышний объяснил. Это как бы накладывает на него больше ответственности? Я не знаю, это просто так я знаю. Ну да, Всевышний ему просто какое-то драгоценнейшее знание дал. У входа грех лежит, но ты господствен над ним. То есть у тебя есть свобода выбора, ты можешь его преодолеть. А до этого он как будто не знал, все, поникло лицо его. Он теперь знает, но одного знания недостаточно. А тут, мне кажется, еще отношения папа-сын плохие. Если бы сын хороший был, а папа тоже хороший, Адам бы научил, как делать шуву, что такое свобода выбора, какой я был дурак там-то, там-то и так далее. Плюс папа делал жертвоприношения, мы смотрим, да, в Таилим, единорог. То есть выбрал непростое животное и так далее. То есть здесь почему-то Каин, то ли жили они отдельно, то ли сад был большой, потом выгнали. Мне кажется, Равшельк уже об этом говорил, об отсутствии диалога, да, в принципе, и дальше мы это увидим. Это не случайно, мы не видим никакого диалога между Адамом и Хавой, фактически, и не видим никакого разговора между ними, ни здесь, ни далее. И это, может быть, большая проблема. Ну да, собственно, в Торе мы не видим, что они переговорили с детьми. Нет, ну, здесь, вася Куча, дальше есть какие-то разговоры в Торе, но тут нет. Может быть, в этом проблема, просто люди еще не научились вообще разговаривать друг с другом. Ну и дальше мы увидим последствия между братьями. Но если бы они научились, отец научился разговаривать с детьми, может быть, и с братьями у них бы был, между братьями было бы легче построить диалог. А они просто вообще не умели. Он первый человек, что вы хотите. Первый ребенок. Он не знал, что с ним надо разговаривать. Ну вот здесь вот мне непонятно вообще дальнейшее написано, что он понимает, что он может измениться. И здесь как бы идет продолжение, попытка диалога. То есть понятно, как он пытается измениться. Он пытается поговорить с своим братом. И попытка у него не удается, и он убивает брата. Но вот ведь в этом самом, если это так вот, как здесь изложено, здесь же как должно происходить. Мы же знаем, что не может человек действием изменить себя. То есть пойти там и претензии к другому, пытаясь стать братом. То есть от другого, начиная с другим какие-то отношения, он как бы изменит себя. Такого же не бывает. То есть здесь он должен был вознести ман, сделать молитву. Потому что только после молитвы недостачу, он должен быть вот эту нехватку, когда он отдает Всевышнему, тогда только произойдет его изменение. Но ни в коем образом не обращение к другому и от него чего-то требовать. Вот. То ли он не знал о возможности молитвы, то ли он решил таким способом это решить. Вот это мне непонятно сейчас. Мне кажется, с молитвой у них вообще нету проблемы. Смотрите, они же, и Адам говорит с Всевышним, Хава говорит там, и к Змею даже Всевышний обращается, Каин говорит со Всевышним. А вот друг с другом у них как раз проблема. И вот в этом курсе, да, Рафшерки, он как раз рассматривает все диалоги или отсутствие диалогов, или намеки на диалоги, или попытки диалога во всей главе Берешит. И дальше он будет рассматривать, как у всех остальных героев будет возникать диалог, да, между друг другом. И то, что ты говоришь объяснить другому, это уже как бы развитие следующей диалога. Это мы знаем, да, что можно чего-то другому объяснить, а тут вообще как будто люди не понимают, что возможно друг другу поговорить, да, о чем-то там что-то сказать. Это вот самое как бы зарождение диалога просто между людьми. А я, кажется, понял, ответ на вопрос свой же задал, почему у них не было общения, почему Адам не воспитывал. А все очень просто. Мы же знаем, и Рафшерки об этом говорил, что Каин родился еще в саду в Ганедене. И родился он в таком же виде и в возрасте, как и Адам. То есть Хава родила его там за час, за полчаса, и он родился двадцатилетним. Поэтому воспитание как такового не было у Каина. Кстати, может быть, в отличие от Хавеля, не знаю, в каком виде Хавель родился, в двадцатилетнем или нет. Поэтому, мне кажется, очень важно Всевышний сделал процесс вынашивания 9 месяцев, процесс воспитания, пеленки менять. Не так, как у козла. Родил и через 5 минут козел побежал. То есть процесс воспитания здесь тоже моральный урок, правильно? Очень важен. Адам не воспитывал, родился готовый двадцатилетний. Да, это, конечно, правильно, я думаю. Но, тем не менее, я хочу здесь вспомнить моего папу Захану Левраха, был в своем его память. И я, когда мы с ним припирались, я говорила, ну что вы от меня хотите, я такой родилась. А мне папа говорил, нет, мы тебя хорошей родили. Я говорю, ну значит, вы меня плохо воспитали. А мне папа говорил, каждый человек должен сам себя воспитывать. И это у меня очень хорошо, так сказать, засело в голове. И на самом деле то, что, может быть, он не получил надлежащего воспитания. Ну, тогда это было бы оправданием, да. Но это просто входные данные как бы наши. Да, мы понимаем, что, возможно, он не получил воспитания, а Адам с ним не разговаривал. Тем не менее, Всевышний к нему имеет претензии. Он с ним говорит, он пытается его как бы научить тому, что он сам может еще себя воспитать. Но это как бы не получается, тем не менее, такая постановка вопроса возможна. Ну, я хочу немножечко добавить. Все равно проблема первенца, она как бы существует всегда. Ну, как бы с точки зрения того, что я у родителей, да, вот первая. И когда появился младший брат, и по каким-то причинам его там рисунки стали лучше моих, хотя они, ну, на самом деле вообще не лучше. То есть это вот такой нонсенс. И мне объясняют, что он маленький. Ну, и что, что он маленький? Ну, то есть это как бы не сходится. И еще один такой момент. Мне кажется, вот с рождением Эвеля появляется такое вот, да, местоимение «мы». До этого человек-одноплоть, да, то есть один. Здесь он появляется как сын один. А здесь уже, получается, ну, при умножении появляется вот это местоимение «мы», которое для Каина, и как и для первенца, оно как бы, ну, вот непонятно откуда и что с этим «мы» делать. Ну, это же здесь дело не только в братских отношениях, хотя и в них тоже. А если в более широком смысле, это огромная нехватка у Каина возникает. То есть он не принят, ему нужно с этим что-то делать. И вместо того, чтобы возносить ман, он вместо того бежит к другому человеку, начиная с ним выяснять свои отношения. Это все равно, что вот как человек, у него есть какие-то проблемы, да. И он говорит, о, я понял, как мне исправляться. Сейчас я там пойду к Маше и начну-ка с ней-ка я поговорю по душам. Сейчас я все выясню. И все мы сделаем. Ну, правильно. Его основная проблема была не только в том, что его жертва не принята. Его основная проблема была, что у Хевеля ее приняли, а у него нет. Его проблема была с братом. Это главная проблема. И эту проблему он должен был решить, да. Поэтому ему нужно было говорить, конечно. Не то, что он пошел свое зло срывать. Как, знаете, бывает, начальник на тебя накричал, ты пошел накричал на подчиненного, на своего. Здесь совсем не такая ситуация. Проблема, вся проблема в отношениях между братьями. Всевышний пытается его научить, как исправить эти отношения. Во всяком случае, с точки зрения, как это Раф Шерки нам преподает. Возможно, другие, конечно, комментарии. Нет, вот даже вот такая ситуация. Просто немножко переверну. Я хочу сказать, что нельзя за счет другого что-то исправить. Например, вот один человек любит другого, а другой того не любит. Вот, допустим, приходит мужчина к женщине и говорит, я тебя так люблю, а она его не любит. Вот, а что, он взял ее и убил? Ну, мы же так не делаем, правильно? Нет, во-первых, так бывает, да. Но на самом деле, как бы, это одна из проблем, одна из ситуаций, которые требуют обсуждения, решения. Ну, хорошо, я его не люблю, но я не должна, он не должен из-за этого меня убивать. Он должен со мной это обсудить, что с этим делать. Как можно жить дальше? Допустим, я его люблю, а он меня не любит. Ну что? Конечно, бывает иногда хочется убить, я понимаю, но это не решение проблем. Или нужно это обсудить, или нужно решить как-то свою жизнь. Но в данном случае эти отношения между братьями, которые не сводятся к тому, что люблю или не люблю, в том, что они не могут согласиться ни о чем. Раф приведет сейчас медроши, за чего они спорили, да. Медроши не просто так они возникают. Они как бы дополняют нам ситуацию, которая не раскрыта в Таре. Тара дает нам намеку, чтобы мы могли дополнить ее сами, понять, что здесь происходило. Но ситуация здесь не такая, что ты срываешь на ком-то зло, или ты пытаешься обвинить женщину в том, что она тебя не любит, а в том, что они отношения нормальные не смогли построить. Нехама, здесь еще один большущий урок. Просто на поверхности. Проблема в количестве детей. Если бы он сделал не двух детей Адама, а человек 13 или 15. Чтобы сделать пастуха пастухом, надо дать ему овец. Спросили у Рава Лазара, главного раввина России. Как вы в 48 лет сделали 13 детей? А он говорит, это первых четверо тяжело. А потом он на детский сад. Это ты мне объясняешь, да? Я прекрасно, я знаю, что ты знаешь, но тут, может, кто-то не знает. Поэтому, если бы не Каин Гейвель, а человек 8 хотя бы, был бы Каин. Теоретически, да. А практически и в семье Якова тоже были проблемы. Они просто смогли их разрешить. В конечном итоге. Постепенно. Но они разговаривали. Отчасти. Постепенно. Там меняется все. Мы продолжим. Ладно, Андрей. Мне кажется, что тут совсем сложная для нашего понимания ситуация. Потому что, как Ирина говорит, да, я могу поговорить с женой, не могу поговорить со Всевышним. Когда у меня проблемы с женой, я обращаюсь к Всевышнему. Так нас учат все Хасиды. Но здесь наоборот. У него нет проблем с маном, нет проблем с молитвой. Он огорчился, сразу Всевышний пришел, говорит, в чем проблема, почему поникло твое лицо. А вот что делать с этим, да, он не знает. У него что-то не так, он взял и убил его. Вот сейчас мы совершенно в другом состоянии находимся. Да, еще, кстати, момент здесь. Если взять твой пример с Хасидом, который обращается к Всевышнему за помощью, чтобы наладить отношения с женой, то ты как раз наоборот, он никому не обращался, Всевышний сам к нему пришел и пытался ему объяснить, как наладить отношения. Да, но то, что мы хотим, у него вот это просто есть, как само собой разумеющееся, попытка диалога. Поэтому он попытался стать братом. И это то, что здесь написано. И сказал Каин Хевелю, брату своему. Что он сказал ему? Он не сказал ему ничего. Он сказал ему, что он брат его. Он пришел сказать ему, я пытаюсь стать твоим братом. Ну, как бы здесь, в этом курсе, Раф Шерки просто вот предельно подробно относится к каждому диалогу или попытке диалога. То, что, ну, много сказано о том, что мы не знаем, о чем они говорили. Сказал Каин Хевелю, что сказал, непонятно. Но здесь вот важно, что единственная зацепка, которая у нас есть, сказал Каин Хевелю, брату своему. То есть отсюда есть как бы намек, что он пытался наладить какие-то братские отношения. Ну, больше мы, собственно, ничего об этом разговоре не знаем. Но факт тот, что здесь есть попытка разговора. Ну, по-простому у нас, собственно, с чего все начинается. Что Хава ест плод, потому что Адам с ней не говорил. Дальше рождается Каин, рождается Хевель. Да, потом Каин, опять же, потом, и опять же, Адам не говорит с детьми, Хава не говорит с детьми. То есть тут та же самая проблема, как Адамом и Хавой, да, между ними. Они не передали знания точно так же, как Адам с Хавой не обсудил, да, как точно там, какой аллахе нужно исполнять вот эту заповедь. Не ешь от древа там или не касайся, или ни от какого древа не ешь. Адам передал своим детям знания, поэтому, опять же, грех, да. И как это исправляется? Передать, то есть попытка, то есть учиться вести диалог. Что значит вести диалог? Возможно, тут речь идет о том, о зарождении пророчества, да, что у этих первых людей, у них нет проблемы говорить с Всевышним, но они должны научиться как-то передавать другим свое знание, то есть вести диалог для тех поколений, в которых находимся, чтобы уже передавать вот это знание, там откатываться, где-то есть, а где-то не есть. И было, когда они были в поле. В словах «и было» наши мудрецы видят намек на несчастье. Беда в том, что они были в поле. Поле – это место конкуренции, здесь раскрылось их соперничество. Ну, насчет того, что «и было», такой метод мудрецов Мишны, то есть они знали все наизусть, и поэтому они могли легко заметить, что взять там все стихи Тора, которые начинаются со слов «и было», и посмотреть, увидеть, что на самом деле большинство из них заканчивается чем-то плохим. Поэтому есть вот такой принцип, что «и было», значит, будет что-то плохое. Не всегда, но в большинстве случаев. То есть они это все почитали, поскольку знали наизусть. Еще там звуковое подобие небольшое. Вай, вай, вай. А, вай. Это Мидраш Раба, по-моему, 10-36. Отлично. Так, поле – это место конкуренции. Здесь раскрылось их соперничество. О чем же они спорили? Мы нашли в Мидрашах разные объяснения. Есть объяснение, что они ссорились о сестре Эвеле. Она для Каина или для Эвеле. Есть мнение, что они ссорились о месте храма. Есть те, кто говорят, что они спорили об экономике, то есть кому принадлежит земля, кому принадлежит шерсть и так далее. Есть разные версии в Мидрашах. Не так важна причина ссоры между людьми. То, что нам хотят сказать Мидраши, что в мире существуют всевозможные причины убийства, но возможно преодолеть их. И это то, что говорится здесь. И было, когда они были в поле, и тогда Каин решил пойти в направлении злого начала. А все поняли? Я не понял. Смотри, получается, неважно, что хотят Мидраши, существуют причины убийства. Это мы, конечно, понимаем и знаем. Но возможно преодолеть их. А где же было преодоление? Один убил второго. Преодоления не было. Мидраши просто хотят сказать, что... Невозможно преодолеть их, правильно? Нет, ну как? Возможно, если Всевышний сказал, что у входа грех лежит, то ты господственный над ним. А он просто не смог. Мы теперь вот исправляем эту ошибку. Возможность была, но мы верим в свободу выбора. Хорошо. Хотя это не доказано. Можете спросить, зачем Мидраши приводит различные причины? Это... Возможно, они хотят сказать, неважно, есть очень-очень много причин. Да? И какой бы причина ни была, любую причину возможно преодолеть. Поэтому мы и не знаем, какая была причина. Нихам, а вот я сейчас замечаю, Рав Шерки на других уроках то же самое говорит и постоянно. Это у него, видимо, идея, которую он любит и поддерживает. Если Мидраши объясняют что-то в Торе многочисленными способами, ну, например, почему Маше не пустили в Египет, в землю Израиля, да? Или за что его наказали там-то, там-то. 25 версий. Если Мидраши дают 25 толкований какого-то события, в данном случае мы видим убийство Эвеля, то это значит, говорит Рав Шерки, неважно. И здесь тоже он написал, неважно. Да, да, да. Насколько это... Если Мидраши дают 25 версий, значит, это неважно. Это действительно такая хорошая идея? Да, это важная идея. То есть, ну, может быть... Смотри, это не только идея Рав Шерки, это известная идея и про Маше, причина, по которой он не вошел в землю Израиля. Она, как бы, говорит о том, что... Ну, то что это неважно, что она скрыта, что нам неизвестна. Ну, вот так говорит Рамбан, Нахманит. Он говорит, это очень важно, но это секрет. Он прямо так говорит. А ты хочешь сказать, Рав Шерки говорит, что это вообще неважно? Да. Вот мне Рамбан и Рав Шерки, почему? Какое ближе вам? Я не думаю, что есть глобальные противоречия. Просто то, что говорит Рав Шерки, более широкое понимание. Может быть, это очень важно, но нам не говорят. Тем не менее, это неважно. Значит, это не ключевая точка. Он не вошел, и все. А здесь это тоже не ключевая точка именно по какому поводу. Но я сейчас предполагаю, что, может быть, медроши перечисляют миллион различных поводов для убийства для того, чтобы сказать, что это могло быть там, и это могло... И все эти поводы, они все, в общем-то, одинаковы в том смысле, что все... Ни один из них не является непреодолимым. Любой можно было... То есть... Нет таких, как... Это сам Малыш Карлсон, да? Что любой спор можно разрешить без драки, да? Помнишь, мама говорит? Помните? А Малыш говорит? Ну, вот мы с другом поспорили. Он сказал, что я тебя пообью, а я сказал, что нет. Как это можно разрешить без драки? Ну, в общем-то, это была здесь главная идея, что любой спор они могли бы разрешить. О женщине, и о храме, и об экономике, и о том, и о тем, и о пятом, и о десятом. То, что там была конкретная, специфическая вещь, которую действительно можно было преодолеть, а, может быть, какой-то другой случай не было бы непреодолимым. Нет, это архетип всех убийств. Мне кажется, это с точки зрения Торы просто провокация на то, чтобы мы думали своей головой. Она не договаривает что-то. Так Раша делает. Он комментирует по ссылке и говорит, а я не знаю, что здесь написано. Зачем он это пишет? Мы обращаем внимание. Правильно? Мать Исава и мать Якова. Я не знаю, что это пишет. Но тут я не знаю. Тут я не знаю. Про Раша – это загадка для меня. А то, что Писание специально оставляет лакуны, которые мы можем дополнить своим представлениям, и что это делает его таким многозначным и подходящим для всех эпох и для всех людей, это, конечно, точно. И поднялся Кая на Гевеля брата своего и убил его. Ему не удалось реализовать братство. Скажем так, здесь нам раскрывают, что такое насилие. Насилие – это диалог, который начался и не закончился. То есть у него могло получиться, но не получилось. И об этом написано. И поднялся Кая на Гевеля брата своего и убил его. Ошибка воспитателя. Мудрецы обращают наше внимание на слово «и поднялся». Тот, кто поднялся – это знак, что до этого он сидел или лежал. Но мудрецы выбирают крайнюю позицию. Они говорят, что противоположность к вставанию – это лежать. Значит, Каин, прежде чем подняться на Гевеля, лежал. Но на чем он лежал? Почему он лежал? Говорят наши мудрецы – он лежал на земле. Почему он лежал на земле? Потому что Гевель, когда увидел, что приближается Каин, понял, что Каин намеревается убить его. Поэтому он повалил его на землю. То есть Гевель был человеком сильным. Но какое было продолжение? Мудрецы влагают в уста Каина интересные слова. Он сказал ему – брат мой, если ты убьешь меня, что ты скажешь нашим родителям? И тогда Гевель оставил Каина и поднялся Каин и убил Гевеля. Здесь я хотел бы прояснить понятие греха. Грех Каина – грех убийства. Получает тяжелое наказание. Он был изгнан. Всевышний сделал его с китайцем на земле. Но какое наказание Гевеля – он был убит. Это знак, что грех Хевеля был больше, чем грех Каина. И в чем же грех Хевеля? Грех его в том, что он позволил Каину убить себя. А почему Хевель дал Каину убить себя? Потому что он поверил, что мир его ценностей уже усвоен Каином. Ведь Каин говорит ему – брат мой. То есть Хевель решил, что брат его уже знает, что такое братство. Судя по тому, что он говорит так. И потому он дал Каину убить себя. А это более тяжелый грех – грех воспитателя. Воспитателю запрещено ошибаться в системе воспитания. И здесь мы выучили очень интересную вещь. Что насилие возникло в мире в тот момент, когда пытались поговорить, но не удалось. Мы выучили здесь, что самоидентификация Каина отвергнута. Потому что она эгоистична. Но грех Хевеля более тяжел. Он позволил убить себя. Поэтому нужно найти решение. Решение нашлось в третьем сыне – Шете. О котором мы продолжим разговор с Божьей помощью в следующий раз. Спасибо. Очень сложно что-то получается вообще. Давайте разберемся вместе, что сложно. Для этого мы тут. На самом деле все это в принципе основано, конечно, на подходе монету. Я в других местах даже это не встречала. И на новом понятии ответственности, я думаю, которое родилось в философии XX века. В частности, у Левинаса. Ну и вообще, видимо, от Якова Гордина. Это может быть от Германа Конина. Люди, философы и в следствии с ними Равина, они начали формулировать понятие ответственности гораздо более глубоко, чем мы понимали раньше. Понятно, что человек, который убил, он отвечает – он виноват. Но оказывается, что на самом деле каждый человек несет ответственность за тех, с кем он живет в одном мире. И в этом смысле оказывается в такой перспективе, что Эвель несет ответственность за Каина. Хотя казалось бы, он жертва, что такое? Причем здесь ты хочешь обвинить жертву. Это очень популярно сегодня говорить – вы обвиняете жертву. Это не обвинение жертвы. Это понимание, что каждый несет ответственность. У Эвеля была собственная миссия, собственная функция, задача. Он должен был испытать Каину, он с ней не справился тоже. Вот это вот основная мысль Маниту. Это не то, что это оправдание жертвы. Но это понимание, что на каждом человеке есть ответственность за выполнение его задачи. Есть ответственность перед его ближним. И тут Абжерки берет это еще дальше. Он объясняет, что в его представлении он ошибся очень сильно. Просто не справился. А он почему-то решил, что он уже все исправил, все хорошо. Теперь все будет зашибись. Мы всех воспитали. Дальше у нас только светлое будущее. И это ошибка ему стоит жизни. А вот вся эта информация о том, что он упал… Это медраж. Это медраж. Это медраж. Это классический медраж. Просто его рассматривают Равшерки в каком-то более современном понимании ситуации, когда мы иногда еще можем это применить к актуалии, например. Но мне кажется, здесь тоже заметно, как Равшерки преподает Тору. Он разрушает мифы. Если сейчас какой-нибудь Хасид или Хабадник прочитает то, что мы сейчас прочитали, у него станут волосы дыбом. Точно так же вставали волосы дыбом у меня, когда Виленский Гаон сказал, что самую большую ошибку, которую Маше совершил, вывел с собой Эреврал. Приходит граф Шерки и говорит, это плохо, что он не всех вывел. Это не ошибка. Надо было всех выводить. Смотри, Дима, при твоей любви Корахайма Акадош, он же это тоже самое говорит? Немножко… То есть, задача спуска в Египет была – вывести оттуда… Немножко иначе. Ну, разрушение мифов. Дальше. Еще третий миф, который мы изучали. Всем говорят, особенно хасидские раввины, они говорят, что, к сожалению, Маше не мог войти в землю. А тут, кстати, Рахаим почти так же говорит Равшерки, действительно. Еврейский народ был не готов, Маше был готов, поэтому пришлось его Маше убрать, чтобы еврейский народ вошел. А Равшерки говорит противоположную вещь. Он говорит наоборот. Маше должен был в пустыне остаться, а он не готов, к сожалению. А еврейский народ был выше по уровню и так далее. То есть, Равшерки регулярно разрушает мифы. Вы согласны с этим или нет? Ну, можно так сказать, наверное. Но я не думаю, что это главная задача. Если ты хочешь сказать, что Равшерки тоже все время провоцирует, и я поэтому хочу идти этим же путем, то тогда это, конечно, хорошее оправдание. И действительно, Равшерки иногда любят небольшие провокации. Но, в принципе, это немножко другой взгляд. Просто, как и здесь, всегда мы привыкли смотреть на Эбеля, как невинную жертву, омечка такая невинная. Но, на самом деле, попытка, например, осознать катастрофу, произошедшую в 20 веке, она привела к тому, что обвинить убийцу – это половина дела. Кроме убийц существует еще большой мир, и в нем есть другие люди, которые тоже ответственны за то, что произошло, хотя они не убивали, хотя они, может быть, были среди жертв каких-то. И когда мы, так сказать, относимся, как здесь прямо написано, и когда мы так добродушно относимся ко всему и веримся убийцам, то это потом… Не отдаемся отчетам о том, что происходит, то это потом, может быть, чревато трагедией. Просто почему Ирина сказала очень сложно. Мы половину статьи сейчас ругали Каина как плохого брата, а теперь мы резко переключились и начинаем ругать Гевеля. Вот происходит… Мы тоже его ругаем, мы тоже ругаем, мы говорим, что… А что здесь написано, что это грехи… Ну, в Равчарке, да, он круче, чем мне тут. Он ругает его, действительно, да и правда. Потому что ответственность – это то, что ты не выполнил свою задачу, это очень тяжело. Ну, может быть, потому что он сам воспитатель в Равчарке, и он считает, что ошибки воспитателя – они очень тяжелые ошибки. Я, между прочим, в этом с ним согласна. Иногда смотришь на последствия того, какие учителя остались твоим детям, и из этого можно очень много выучить, да. Например, вот сейчас просто отвлекусь на личное, если вы не возражаете. У меня просто была на прошлой субботе бармитва нашего внука, и в этом году у него другой учитель. Учитель, который ухитряется по зуму завести весь этот… всю группу, весь этот класс. Все они в восторге. Они все учатся, как сумасшедшие. И этот парень, который раньше был довольно равнодушен, скажем, к некоторым темам, он последние три месяца ходит с отцом с утра на Ватикен, слушает «Дафью ми», включается совершенно во всё. И абсолютно человек изменился. И это просто поразительно, насколько предыдущий учитель смог отбить у него отход и интерес к изучению тары. А этот вдруг неожиданно за несколько месяцев произвёл переворот. В этом смысле ответственность воспитателя, она огромная. У нас обычно думаем, что как-то это всё само произойдёт, дети сами не успевают. Понятно. Но просто если мы фразу эту вырежем из контекста в качестве заголовка, и потому он дал Кайну убить себя, потому что это тяжёлый грех. То есть человека, которого убили, он виноват больше, чем убийца. Поэтому не надо понимать этот контекст. Давайте вспомним все убийства и начнём оправдывать всех убийств. Нет. Да, не только убийства. Вообще, на самом деле, это не случайно. Сегодняшнее отношение к тому, что обвиняют жертву очень часто. Она сама его провоцировала. Он её изнасиловал. Типа, это очень частая вещь, она сваливает на жертву. Это ни в коем случае. Но я хочу поэтому провести огромную границу между тем, чтобы обвинять жертву и между тем, чтобы понимать ответственность. Что на жертву даже есть ответственность. Я ещё могу привести из своего опыта, например, ситуацию. Я когда-то была в группе в чате поддержки проблемного подростка. Была там какая-то девица, которая всё время попадала в неприятные ситуации. То есть приглашает её какой-то парень пойти на берег моря, а среди ночи она идёт, такая невинная такая, понимаешь, и вот он её использует. Приглашает её какой-то араб приехать к нему в деревню, понимаешь. Она такая невинная. То есть она оказывается в жертве, понимаешь. Есть же какая-то доля ответственности на ней тоже. Она жертва. Невозможно обвинять жертву. Виноват всегда насильник, виноват всегда убийца. Грех воспитателя. Она его не воспитала. Ну, в данном случае не воспитателя. Это я просто хочу привести пример, что ответственность нам нельзя снимать из того, который жертва тоже совершенна. Но при этом, конечно, это не уменьшает греха злодея. И то, что в данном случае это был грех воспитателя, ну, это по учению ему не то, что его задача воспитательная задача, потому что он брат, ему это понятие братства естественным образом знакомо, и он может ему научить, тайно научить. Но мы увидели, что он не научил. Он так же, как и Адам, может быть, думал, что он как-то сам научится, посмотрит на меня, вот я брат. И почему он решил, что это так естественно, так нормально, и вот он сейчас научился уже, и все хорошо. А в иудаизме эта точка зрения уверенная, что младший брат должен воспитывать старшего брата? Откуда это взято вообще? Смотри, откуда это взято? Из того, что вначале рождается клепа, потом рождается плод. Вначале рождается злое начало, то есть человек до 13 лет, который называется старый глупый царь. Потом в 13 лет приходит доброе начало, которое называется бедный мудрый ребенок. Андрей, если, не знаю, есть у тебя младший брат или нет, вот он начнет тебя сейчас учить. Ты здорово будешь воспринимать как учителя, воспитателя? Он должен это делать умно. Он же не должен это сам делать. На самом деле это проблема, конечно. Но нужно делать это умно. Я считаю, что этот кусочек, он очень-очень сложный. Это мидраж, который выведен из одного слова, из одного единственного слова и восстал. И он противоречивый, согласитесь. Нет, если так, то да. Если младший брат учит старшего, но если пастух учит земледельца, тогда все понятно. Есть рабочие люди, которые работают в земле. А есть пастухи, то есть как раз воспитатели, то есть мудрецы Тора и так далее. Вот они учители, потому что они как бы свободны, они там поют псалмы и так далее. В конкретном данном случае он просто знает, понимает, ощущает больше, чем Каин. Потому что он родился уже в реальности, в которой есть другие братья. А Каин родился в другой реальности. Но, тем не менее, это не значит, что он должен… Действительно, ты прав, Дима. Никому не охота учиться у младших братьев, которые умнее, у них IQ там зашкаливает, и психометрия такая, что можно идти учить медицину или межплатим у нас в Израиле. Не охота. Они мне будут рассказывать, как мне жить. Он самый умный. Но если брать действительно умный, то он может это делать не в смысле наставления, а просто через то, чего у них не было, через диалог, через разговор, через общение. Если бы он смог это наладить, то, может быть, Каин каким-то образом постепенно изменил к нему свое отношение, научился братству через вот это общение. Потому что воспитание – это не всегда нравоучение. Совсем нет. Это не то, что он хочет сказать. Он должен был устраивать ему лекции по мусару. Нет. Он должен был с ним общаться. Извините, можно я пару слов скажу? Меня слышно? Значит, у меня как бы цельный такой подход и система. Я только вкратце что-то скажу такое. Мне кажется, что это объединяет все вещи, которые были сказаны и которые все равно в шерке. Но несколько другой подход, так сказать, я не рефератирую, а я просто пытаюсь вывести из самого текста. Значит, я подвожу всю эту историю, как бы вот то, к чему нам уже это близко с культурой, может быть, к Моцарту и Сальери. То есть, кроме того, что говорят, что Сальери завидовал Моцарту, значит, там у него было другое объяснение, да, почему он считает, что такие как Моцарт, они, вот речь шла о воспитании, почему они как бы опасны и вредны, да, потому что ему все легко дается. Вот он гений, вот он все. А он своим трудом, он алгебры и гармонию проверил, он трудился. И это как бы такой подход, значит, если мир будет строиться на таком основании, значит, просто находить, значит, приязнь Всевышнего легким путем, то какой мир из этого можно построить? Значит, Каин, он был человек работящий, да, из земли не просто так вырастить хлеб и сделать его, и молоть его, и обработать землю, и все. То, что он творческий человек, мы видим из его потомства. Потом, когда у Лемеха рождаются, значит, в Циле рождаются дети, мы видим, что один становится изобретателем свирели, и все, другой становится изобретателем всяких инструментов для обработки земли. Короче говоря, там мир и мло, то есть там фактически в Каине это все уже как бы было заложено, да. Значит, это не просто зависть, это скорее гордость. То есть, тут говорили о клепоте. Что это за клепа? Клепа, когда зме соблазнил Адама и Тхабу, значит, главным было не просто плод как бы и все, а то, что они станут как Всевышние, станут как сильные. То есть, мир различает добро и зло. И это свобода, это, значит, возможность возвыситься, это чистолюбие, которое мы находим у подростков, оно настолько сильно, что как бы они забывают о всяких воспитательных, так сказать, указаниях, о том, что Всевышний сказал, что делать, что не делать. Это то, что было в Каине, да, то есть то, что в нем проявилось. И когда он, значит, сталкивается со своим братом, Хевельс, мы должны учесть, что, как бы посмотреть теперь на всю Тарус целиком, то есть на отношения братьев, и действительно эти клепот, мы видим у братцев, как это все происходило, Ишмаэль, потом Исаав и Яков, а самое главное, это, значит, например, это Йосеф и Иуда. Значит, когда отец как бы предпочел Йосефа, несмотря на то, что он снили всякие сны, вот он как Эвель, ему как бы все это снился, ему все это вот дается так легко и все. Значит, братья не только могли завидовать, они думали о том, кому достанется это все, так сказать, наследство, он первенец, значит, тоже в каком-то смысле от Рахели. И если эта семья пойдет таким вот путем, какими-то фантазиями, какими-то все, к чему это все эту семью приведет, да, то есть можно подумать и о таком направлении их мысли, да, то есть вот они трудятся, они все делают, и Рувенх старается быть как бы одновременно и руководителем, и все, а Иуда, он воинственный, и все, он считает, что вот, и надо своей силой все это добиваться, все. И действительно, то есть Всевышний хочет и того, и другого, да, он хочет примирения этих братьев, это главная его как бы цель, поэтому он пытается этого Каина как бы мерить, значит, откуда мы это еще знаем. Каин, значит, это Кане, то есть она купила, она говорит Хава, купила я человека Всевышнего, да, то есть там Элоим, значит, с Всевышним или с помощью Всевышнего, а можно сказать, что сам Каин, он был элементом Всевышнего, да, то есть он был сильный, он был, значит, у него был какой-то, значит, инстинкт властителя, силы, вот. И когда он, значит, это все у него проявляется, и когда он увидел, что Всевышний, значит, оказал приязнь Хавелю, его брату, вот. Здесь вопрос о том, что он мог ему сказать, допустим, да, но он мог сказать, знаешь что, слушай, парень, говорит, ты больше не будешь приносить жертвы Всевышнему, вот, вот, потому что тот путь, который ты выбрал, это не путь спасения, вот то, что у Шерки есть, почему он машеет, да, то есть путь спасения, надо работать, трудиться, надо создавать, надо подчинять себе мир и все, а не просто так, а для Всевышнего, как бы, не хлебом едином человеку, важно то, чтобы человек проявлял какие-то качества, доброта, которая, хоть он, как бы, и полная противоволожность, как бы и ничтожность по сравнению с Каином, с его, значит, силой, да, опять я возвращаюсь к мусору и сольере, да, вот, но у него есть вот эта музыка, у него есть это настроение, у него есть эта свобода, которую Всевышний не меньше ценит, чем творческие всякие такие вот способности и изобретения. В конце концов, это то, что он поднялся, да, действительно, он восстал на него, то есть из того, что возможно, да, это моя как бы версия такая, что если он не захотел, он сказал, значит, я не могу ему сказать, ну, ты извини, брат, но Всевышнему угодны мои дары, почему же я не должен их приносить? Вот это была причина того, что, значит, Каин считал, что надо именно таким вот путем спасать мир и идти, да, пока это все примирение и братьев, которые мы знаем, который, значит, идет через всю Тору, оно именно Йосефе и Иуде, оно как бы объединяется, да, то есть один провидец, с которым всегда Всевышний, который, значит, как бы наивный, да, Йосеф, он ничего такого особенного не делает, прислушивается к Всевышнему и делает то, что Всевышнему говорит. А Иуда, он человек очень деятельный, он берет на себя ответственность, действительно, когда должны поехать в Мисраем там и все такое вот. Ну, вот такая у меня версия, да, то есть она очень, как бы, предваряет все то, что дальше произойдет, да, то есть то, что там Всевышний проводит как бы такую селекцию, отделяет клепу от содержания, это проходит через всю Тору, пока, наконец, не происходит шуба, которую должен был сделать Каина, ее делает лишь Йуда, и в конце концов происходит примирение братьев, и, наконец, создается народ Израиля там, и он достаивается получить Тору. Такой вот, мне кажется, замысел всего этого, что происходит между Каином и Адами. Вот все, что я хотел сказать. Спасибо. Спасибо. Я еще хотел небольшую вещь добавить. Я вот заметил, да, тут Раф Ширке прямо выводы делает, да, мы выучили здесь, что самоидентификация Каина отвергнута. Ведь не отвергнут Каин, а отвергнута его как раз идентичность. И, действительно, мы видим, что в начале, когда братья приносят дары, Всевышний выбирает Хевеля, да, Каина он отвергает. Но потом, фактически, он Хевеля присудил на смерть, а потом он выбирает Каина. Так что же получается, если посмотреть, опять же, через призму учения Бали Сулама, да, что Каин — это желание получать, то есть это, собственно, творение, как оно есть, да, и он отвергает не его нежелание получать, а его самоидентификацию, то есть его намерение, что он принес вот эту жертву, да, для того, чтобы получить. То есть Всевышний хочет, чтобы творение получало, но не ради получения, а ради отдачи, да. А Хевель, получается, он такой весь витающий, да, в облаках пастух, и он как раз намерение. Если Каин — это действие, земледелец, то Хевель — это намерение, да, такой там поэт-пастух, играющий на дудочке, он весь отдача ради отдачи, да, он даже там за себя не может постоять. То есть вот это получается и отвергнуто, да, вот такое неправильное намерение, такое абсолютно, которое не может даже научить, да, наставить на правильный путь Каина. А желание получать оно в итоге остается, ну и дальше мы будем уже долго учить, как оно в итоге исправляется. Нет, Андрей, здесь по Бальсу-Ляму ведь не так. Здесь Каин — это левая линия, Авель — это правая линия, нет серединной линии, нет экрана. Поэтому убийство неизбежно, потому что нет экрана. Вот и все. — Так, и чем это противоречит? — Ну, то, что у нас нету в данном сезоне, ничем не противоречит. Рафшерки так и сказал, что убийство неизбежно. И действительно, убийство неизбежно, потому что нет экрана. — То есть середин, получается, это был слабый экран, да? — Конечно. Шет — же средняя линия, появляется позже. — Это да. — Я хотел добавить еще, что еще один архетип тут есть — того, что Всевышний всегда, когда кто-то выделяется, у кого-то есть какая-то гордость, и все, он ему посылает испытания обязательно. То есть он должен доказать, что те качества, которые у него есть, они идут вместе со Всевышним, вплоть до Авраама. То есть вся его любовь к своему ребенку, все он его испытывает. Любит ли он Всевышнего при этом при всем, да? То есть, когда Яков посылает Юсефа проверить, как с братьями что, это тоже испытание. Всегда это начинается с вопросом, где ты, значит? Или, наоборот, он говорит, Я готов, да? То есть готовность такого человека, который, значит, верит в себя и верит в Всевышнего, пойти прямо на испытание. Он не боится ничего, Юсеф, вот он идет, и он доискивается, и он мог бы повернуть просто назад и прийти и сказать, Я не нашел своих братьев. Но он как бы идет так же, как и, значит, Исха, когда он идет на Акиду, да? То есть есть какой-то элемент с сознательностью того человека, который чувствует свою правоту. В этом смысле и это было испытание для Авеля то, что он пошел как бы и не побоялся, да? То есть пойти в поле с Каином. С другой стороны, саму Каину дается испытание. То есть он ему говорит, что надо делать. Если ты хочешь, так сказать, исправиться, ты можешь исправиться. Это испытание для тебя, которое он не выдерживает. Ну, хорошо, хорошо, ладно. Давайте на этом остановимся, ребята, потому что уже времени много. Мы встретимся уже не на следующей неделе, а через две недели, ладно? Потому что на следующей неделе, по-видимому, у нас будет вторая лекция по египтологии, поскольку народ просил. Ладно? Да, всем большое спасибо. По-моему, мы очень интересно обсудили. Да, я с вами, я с вами. О, только что появился. Окей. И через две недели мы с Божьей помощью будем обсуждать подробно разговор Всевышнего с Каином. А через неделю всех приглашаем на вторую лекцию по египтологии. Эли Шева нам обещала прочесть. Кому интересно, ну, будет еще объявление об этом. Идите за рекламой. Все хорошо. Окей. Всем счастливо. Пока. Восемь часов и через пятнадцать минут Шиур Мейра Левинова по Сеферте и Лим. Всем счастливо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok